Путь львенка к власти разворачивается, как роман. Глава за главой. Эта увлекательная книга полна опасностей. Двух братьев ждет жестокий обряд посвящения. А первые пять лет жизни будут наполнены испытаниями и горестями. Львы, как братья, стали королями. Глава первая. Детство. У Лео с самого рождения большие амбиции. Однажды он захочет научиться охотиться на этих громадных животных и возглавить Прайд, как его отец. Как он самоуверен? Ему неизвестно, что 80% детенышей не выживают. Но Лео сосредоточен на заветной цели – стать правителем. его брат Макс не так дерзок и не готов претендовать на долю в добыче. Это большая семья. Здесь его мама и три ее сестры, трое подростков и пять старших братьев и сестер. Несмотря на упорство Лео, малышей допускают к еде последними. Два взрослых самца всегда едят лучшую часть туши. Однако Лео не отступает. Он утолил голод, и можно поиграть в салки. Робкий Макс, как обычно, играет роль буйвола, что дает Лео возможность отточить удушающий захват. Но одной уверенности недостаточно, чтобы львята стали королями, как их отец. Силу короля определяет мощь его Прайда, которая держится на трех столпах. Во-первых, надежная коалиция. Самцы Прайда, отец и дядя Лео – союзники и защищают семью от нападения других львов. Без их защиты враги в первую очередь избавиться от Лео с Максом. Во-вторых, территория. Прайд Лео живет в северо-западной части дельты Акованга в Ботсване. Здесь самцы Прайда владеют первоклассными охотничьими угодьями с многочисленными стадами буйволов. Эти животные опасны, но туша одного буйвола накормит целое львиное семейство. И, наконец, в-третьих, Прайду нужны верные львицы. Воительницы рискуют жизнью, чтобы поймать добычу для всех. Буйвол в шесть раз крупнее львицы и с легкостью убьет ее. Чтобы прокормить семью, самки смотрят в лицо смерти каждые три дня. При совместной охоте общий вес хищниц позволяет им повалить гиганта. Обычно после этого зовут детенышей. Но не сегодня. Буйволы тоже действуют сообща. Стадо спешит на помощь пострадавшему товарищу. Эта охота не окончена. Вдали от развернувшейся битвы Лео, Макс и остальные терпеливо ждут обеда. Под наблюдением неусыпной няньки. Лео сдается под натиском старшего брата. Но вскоре они замечают вернувшихся с охоты самок. Тетя Лео пострадала от рогов буйвола. Львята не могут вылечить рану и остановить заражение. Для самки дух товарищества и поддержка прайда могут стать решающими в борьбе за жизнью. На пути к власти Лео должен усвоить важнейший урок о командной работе. Пока львица достаточно сильна, Прайд будет заботиться о ней. Прошло полгода и новый сезон внес изменения в жизнь прайда. Раненая самка поправилась, а Макс и Лео подросли и, наконец, могут участвовать в охоте. Охотничья школа открыла свои двери. У Лео появится шанс приблизиться к настоящему живому буйволу. Урок первый. Как настичь буйвола в густых зарослях. Самки слаженная команда. Они охотятся вместе примерно с возраста Лео. Задача детенышей следовать на безопасном расстоянии и наблюдать. Среди густой растительности львицы окружают добычу, подбираются ближе и нападают. Лео хочет поучаствовать. Находиться так близко к буйволу небезопасно. Но львенку суждено вырасти охотником. надо выждать удобный момент. Самки повалили буйволицу. Но львицы позвали Лео и Макс не поэтому. Рядом с матерью был теленок, и это отличный шанс применить навыки. Лео не мешкает. Но вонзив когти в добычу, он не знает, что делать дальше. убийство настоящего буйвола, пусть даже теленка, совсем не похоже на игры с Максом. Лео схватил его за горло, но зубы едва проникают жертве под кожу. Да и Макс не желает помочь. Мать берется за дело сама и душит теленка. Но в следующий раз она не станет выручать сына. Дождливым весенним днем безрассудство и недостаток опыта Лео ставят Прайд под удар. Вся семья в сборе. Самцы и младшие братья и сестры. Все жаждут отведать мясо телят. Лео хочет проявить себя. Но сегодня его ждет урок выдержки и согласованных действий. Когда начать погоню решат самки. Пристально наблюдая можно выявить сильные и слабые места стада. Но Лео сложно следовать указаниям. даже когда мать велит ему бежать. Детенышам грозит опасность и матери прерывают охоту. лео игнорирует призывы и идет в бой. Преследовать буйволов интересно. Но это дело не для юнцов. упрямый Лео отвечает нападением, а Макс его прикрывает. Дело принимает серьезный оборот. Стадо идет в нападение. Львы отступают, но Лео все равно. прайду удалось уйти, а у Лео только один выход наверх. если упадет, его растопчет. Звать на помощь бесполезно. Львам не пробраться сквозь рогатые стадо. Но Макс услышал зов брата. буйволы, не раздумывая, убьют львенка, если доберутся до него. А Макс слишком далеко. Молния напугала стадо. Последнее предупреждение и стадо буйволов уходит. Лео крупно повезло. Макс прибежал убедиться, что все в порядке. Отчаянному новичку предстоит долго учиться командной работе, если он хочет выжить. Глава вторая Изгнание Лео с Максом исполнилось два с половиной года, и их изгнали из родного Прайда. Этот жестокий обряд посвящения проходят все молодые самцы. Братья стали бродячими львами и вынуждены добывать пропитание на окраине занятых территорий. Они остались одни и должны охотиться без помощи Прайда. В душе они еще дети. Благодаря тесной дружеской связи братья стали верными союзниками, и это их единственная надежда. Сейчас они повсюду чужаки. Это не их территория. Метки оповещают Лео о полноправных хозяевах этих земель, двух семилетних самцах в расцвете сил. Во время охоты братьям нужно быть осторожными и незаметными. Несмотря на то, что оба голодны, Лео вдруг решает поиграть. Максу игра отлично знакома. он и раньше вызволял брата с деревьев. Играя, они оттачивают охотничьи навыки. к тому же это отвлекает их от основной беды голода. В этой главе своей жизни львы стали падальщиками. Макс рад и этому. Сейчас не время для капризов. А Лео не торопится. львы способны переварить гниющее и разлагающееся мясо, но он надеется на обед получше. Лео уверен, что сможет поймать добычу. импалы. Однако стадо на другой стороне ручья. Терпение. Жажда возьмет верх. самец. самец. И он не знает, что за ним следят. лео лео долго ждал поздно пора вернуться к своему товарищу бродить в открытую довольно рискованно местные самцы могут появиться в любой момент вдруг ли учуял нечто до боли знакомые буйволов готов ли он теперь он усвоил урок наблюдай за стадом ищи слабые места есть хромая самка она кажется легкой добычей с отекшей задней ногой она не угонится за стадом у лео созрел план обратить стадо в бегство и отбить хромую буйволицу но лео недооценил раненую самку под действием адреналина она рассверепела и у нее есть подмога стадо пришло ей на помощь охота братьев не удалось нужно дождаться сумерек ночное зрение должно помочь братьям подобраться ближе незамеченными не лучшее начало буйволы знают что львы и здесь они плохо различают хищников в темноте но однозначно чуют их разъяренные самцы стеной встают перед раненой самкой план братьев все тот же преследовать стадо а затем схватить отставшую хромую самку в суматохе лео неожиданно нападает на раненую буйволицу но ей недолго оставаться одной стадо уже на подходе действовать нужно быстро макс решает проблему он в одиночку бросается на стадо отгоняя буйволов подальше от брата лео нельзя мешкать нужен момент чтобы впиться самки в шею макс удерживает стадо а затем бросается на утек лео пережал самки трахею но силу укуса недостаточно чтобы удушить ее время на исходе стадо скоро будет здесь вдвоем братьям от них не отбиться это их первый совместный успех но победу праздновать рано поблизости более грозный враг чем буйволы гиены тоже услышали звонок к обеду стая подлых воришек обладает численным превосходством лео слишком голоден и не замечает опасности макс остается на страже пока брат обедает но он не сможет отгонять их вечно лео постройка ныняется с прибытием от остальных членов клана Они испытывают братьев на прочность Их принцип – разделяй и властвуй Лео поддается на уловку, и пути к отступлению закрывают 10 пар челюстей Еще 9 окружают Макса Так братья могут попрощаться не только с добычей, но и с жизнью Вдруг обстоятельства изменяются Появился законный хозяин территории Братьям пора удалиться Рык стал последним предупреждением Тушу буйволицы забрали самцы, которым принадлежит эта территория Но упрямец Лео голоден И ведет Макса обратно к добыче Опасное решение Этим самцам 7 лет И они в самом расцвете сил Чтобы защитить территорию, львы будут драться насмерть Но речь идет о первой добыче братьев Они лицом к лицу с королями Живым воплощением власти Даже визгливые воры держатся на расстоянии Львы не потерпят чужаков Чтобы указать всем, кто хозяин этих земель Король делает метки на принадлежащей ему территории Но братья игнорируют все предупреждения И, наконец, он их замечает Их присутствие – открытый вызов Самец готов бороться Защищая свое королевство Макс ретируется Но Лео не торопится Несмотря на очевидную силу противника Лео принимает вызов Возмездие было быстрым и суровым И это еще не все Второй самец тоже хочет поквитаться Лео пытается ответить Но это ему не по плечу Эту расправу он запомнит до конца жизни Шестнадцать часов спустя Лео оправился от шока Его безрассудство могло погубить их обоих Макс стоит на страже На случай возвращения местных самцов Неудачный исход драки Подорвал уверенность Лео И оставил его израненным Ему нужна дружеская поддержка Наличие верного союзника Играет важную роль Глава третья Последние столпы В возрасте пяти лет Братьям улыбается удача Они заметили, что за ними наблюдают С другого берега реки Этот небольшой прайд состоит из трех сестер-львиц Которые увидели в братьях возможных партнеров Объединившись с самками Макс и Лео смогут обзавестись территорией И вскоре создать семью Наконец-то До собственного прайда осталось рукой подать По запаху братья определяют готовность самок К спариванию Других самцов в округе нет При помощи такой гримасы Самцы захватывают феромоны в моче самок В зону вамироназального органа В глубине пазух Впервые за много лет Лео чует надежду, а не опасность Макс подходит к младшей сестер Ее реакция очевидна При львиных ухаживаниях самка принимает позу подчинения Для спаривания А затем их ждет долгий процесс Львы спариваются каждые 15 минут В течение 4 дней Лео везет меньше Он чересчур настойчиво хочет продолжить род А Макс со своей подругой Выбрали комфортный и размеренный темп Необузданное упорство тут не поможет Лео стоит поучиться у брата терпения В конце концов его упрямство Дало свои плоды Этим актом он утверждает свой статус короля Союз с самками закрепляет за братьями территорию Последний столб для создания прайда Наконец Лео метит свою территорию А затем гордо объявляет о своих правах на всю округу По обыкновению день начинается с охоты Она стала проще с появлением в команде воительниц Лео возглавляет вылазку Прайд увеличился И охота на буйволов идет более предсказуемо Все началось хорошо Самки отбивают буйволицу Но Лео нет на месте Львицы с Максом повалили добычу Но без Лео они не справятся Где же он? Если Прайд не заставит ее замолчать Стадо вернется и сорвет все их планы Макс решил не дожидаться Лео Но несмотря на все усилия Он не может задушить буйволицу Стадо вернулось Самки с Максом убираются в Освояйте Без Лео охота провалилась И вот Катастрофа Буйвол ранил Лео на охоте Его правлению конец Раненый король становится обузой Он не может охотиться и защищать свой Прайд Все его усилия могут пойти прахом Но Лео правит не один Это партнерство Макс всегда готов прийти на помощь И остается с братом С его приходом Лео становится лучше Как обычно, кризис миновал благодаря его соратнику Но Макс способен не только утешать Если Лео подкрепится К нему вернутся силы И он пойдет на поправку В этот тяжелый час Макс принимает бразды правления Лео остается неспешно ковылять Буйволится огромно Но Макс нанес удар точно в цель Без еды Лео вряд ли поправится Нужно убедиться, что эта буйволица не позовет на помощь Тогда Лео сможет спокойно поесть Братья оживились в предвкушении обеда Макс впился в добычу намертво Несмотря на ее попытки отбиться И глубокую рану на его морде Десять долгих минут И буйволица делает последний вдох Наконец, она испустила дух И Макс может расслабиться Столпы успеха Братья вместе У них есть собственная территория И самки их прайда скоро присоединятся Чего же еще желать королю? Программа озвучена на студии Велеса Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!